Ну что же, друзья мои, по-трём по-стариковски. Здравствуйте, здравствуйте, кого не видел, здравствуйте. Музычку, сейчас музычку с вами включим. Да, приветик. Добрый вечер. Да, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Уфе поклон, Усибирск поклон. Здравствуйте. Храни господи. То же самое рад. Давно не выходил, да, но, собственно, такого откровения никаких, откровения никакие не посетили. Владимиру поклон, нижайшая. Волмоносов, ну, может быть, кстати сказать, Воронеж. Храни господи. Что нового? Ничего нового особо такого. Привет, 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 Ростова. Был на рождественских чтениях. Это мероприятие такое церковное, большое церковное мероприятие. Меня позвали туда на предмет о кино поговорить, почему российское кино не снимают. Сергею Посаду поклон. Ну, я сказал небольшую злую речь. Предложил квотировать американское кино, но чтобы прокатчикам просто выхода никакого не оставалось, кроме как наше кино в прокат. Нам вполне достаточно будет 20% из того, что поступает на рынок. Ну, оставить Гарри Поттера, оставить Пират Карибского моря, оставить Интерстеллара, там получится 20%. В Овнинску поклон. Вот. Ага, сегодня был на радио, да. Вот, брат, вот, брат, нельзя тебе... Сейчас, прости. Ай-яй-яй, но я тебя потом. Нельзя-нельзя, матершинникам. На Золотом Орле так не звал никто. Вот, Интернет, не знаю. Я посмотрел, да, Интерстеллара, там же математик был и астрофизик, консультантами. Там довольно близко подошли к изображению четвертой координаты. Значит, от трехлетнего Лёни, Лёню целовать неистово Воронежу. А, Лизе из Воронежа поклон. Значит, в кинотеатр хожу периодически. Но давно не был, спасибо. Новосибирск поклон. Пиратов сыграть. Чего бы нет, чего бы нет, конечно. Видели Оксану, танцевала. Да, мы вчера были у нашего друга. Старинный, старинный офицер. Вот, и жгала матушка. Кате из Полтавы поклон. Исты. Осетии поклон. Он так не успел. Значит, привет Сергею Посаду. Ну, танцевала, в общем, это хорошо. Карине привет передаю. Привет, Туля. Поклон. Такая у нас всемирная перекличка. Ощущение, что какое-то это... Телевидение, сопротивление. Брянску поклон. Казани поклон. Значит, Тане или Женя поклон. Вот, традиция. Стоит ли выходить замуж за военного? Да. Ну, если вы любите, вообще не встанет вопрос, конечно. Но это и труд. Ну, я не знаю такого рода деятельности у человека, чтобы не было каких-нибудь косяков. Плюсы и минус всегда, плюсы и минусы. Бедные страдают от одиночества. Ой, богатые страдают от одиночества. Бедные страдают от отсутствия денег. Помню, вы к нам в город приезжали, и снова будет ваш визит в Умнинск. Приеду обязательно. Чуть позже, наверное, по весне. Ростов-на-Дону поклон. Гарнитура. Кстати, слышно-то неплохо. Илья... Смотри, она работает вообще, гарнитура? Нет, работает вроде. Неловко смотреть первые серии интерно с семьей. Не знаю. Привет, Туля. Видел фильм «Царь» как посе... Да. Но там хороший режиссер. Отличие хорошего режиссера от плохого, что он толком объясняет, что он хочет. И, собственно, все остальное уже зависит от актера. Смотрю сегодня «Метод Фрейда 2». Очень нравится. А я, кстати, не видел «Метод Фрейда». Я знаю, что он в Беларуси вышел. Каким-то таинственным причинам он не выходит в Россию до сих пор. Или он в России уже показывает. Рузе поклон. Астрахани поклон. Как с вами связата для сотрудничества? Ну, у меня есть директор Максим. На ВК зайдите, там есть контакты. Храни Господи тоже. Показывали, да? Показывали. Я все про... Крыму поклон. Летом буду у вас, ребята. Казахстан, приеду обязательно. Так, без врача, не успел прочитать. Какая моя любимая книга? Наверное, которую я читаю. В Выборге был «Хочу быть» еще. На данный момент, вот Честертона перечитываю. Ну, это преувеличено, хотя хотелось бы так думать. Как называется песня, которую Вы просили поставить на Радо Хит-ФМ и «Для дочери». А это, знаете, это для дочери и старшеклассниц. Господи, как же группа называется? Это робот по имени Чапи. Вот там эта группа снимается. Оксай в Ростовской области. Привет, большой. Вот, на Орган-то, да, в среду пойду на Орган-то. Смотри, не напугались, позвали. Германии поклон. По-первых, Московский кинофестиваль. Да, не буду смотреть, собственно говоря. Ростов поклон. Иванов, хотите приехать в революционную сцену для детей с онкологией под Чеховым? Да, 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 да. Это моя тема. Я вот с удовольствием. Я не люблю ездить по всякой ерунде. Да, студенты, школьники, детишки. Вот тут моя тема. Фестивали, клубы. Не очень моя. Значит, да, время полить. В театре нет, я же не играю. Как ваше здоровье, а то в стране болезнь. Да, кстати, вот советовала Деренат. Деренат закапывать. Но это ведь Брянску поклон. И Деренат не знает, наверное, как, наверное, очень индивидуально. Родился сын. Передайте привет Хубулову. Храни вас, Господи. Поздравляю вас с сыном. Санкт-Петербург и Северный Пальмир поклон. Аскарутин. Ешьте аскарутин. Прям грозите аскарутин. Потому что он укрепляет стенки сосудов. Так, не успел. Простите. Если я не успеваю, повторяйте. Я с удовольствием. Устроить вам как связаться. Тоже на ВК есть. Загляните в ВК. Иван Ахлавыстиан. Там черненькая фотография. У меня везде одинаковые эти аватарки. По первому каналу. Со следующей недели. А вот спасибо. Ни в каких проектах я вот кроме нашего этого проекта не принимаю сейчас участия. В Афгик, в Сергием Посаде. Храни Господи. Не грешно ли по православному слушать шабатную музыку? Не грешно ли по православному шабатную музыку? Не могу забрать. А шабатная музыка какая? Я не очень разбираюсь в шабатной музыке, честно говоря. Простите. Может быть и грех, а может и не грех. По поводу реабилитационного центра через директора. Да, с Максимом договориться. Я говорю, отказывать студентам, детишкам нельзя. И военным нельзя, собственно говоря. Как лечиться от свиного гриппа? Ну, не знаю. Во-первых, я так понимаю, что все проблемы у нас из ослабленных организмов. Время такое, зима. Вот аскорутин, то что знаю. Ахиноцея, эхиноцея. Эхиноцея, да. Мед, деренат в нос закапывается. Но это тоже я не могу таких уж врачебных постановлений давать. Бодрость духа, как всегда. Точнее так, лучше, чем всегда. Всегда ошеломительная. Храни Господи. Твери поклон. Будете ли читать доктрину? Не знаю еще. Не знаю еще. Но вот ждем времени, когда что-то как сейчас установится. Сейчас с этими санкциями стабилизируется. Либо в одну, либо в другую сторону. Посмотрим, чего-то как. Может, в отряда придется собираться. Амиксин. Амиксин, да. Амиксин может быть. Но очень индивидуально кто-то и не переносит, я так понимаю. В театре я не играю. В театре я не играю. Привет, Андрей и Женя. Привет. В ближайших не знаю. Как узнать, когда приедете в Крым? Публично. Вы знаете, обязательно что-нибудь сделаю в Крыму. Но в силу того, что не было давно, а очень много связано с Крымом. Наверное, как-нибудь что-то такое небеспокойное сделаем в каком-нибудь зале. Мне что-то, например, спасибо. Храни, Господи. Храни, Господи. Спасибо, что бы я делал без вас. Здравствуйте. Что с виной гриппом? Нет, не миф. У меня друг медик говорит, на 25% расширили койко-место. И у них забито. Первая инфекционная практически забита больница. Ну, смертных-то случаев нет, но где-то по стране уже есть. А вообще, помните, вот тот виток с виной гриппа? Это был больше такой шум. Очень, храни, Господи. Спасибо. День прошел, но непонятно, честно говоря. Потому что выспаться не удалось в связи с торжествами офицерскими. А потом утром поехали к ребятам на радио. Очень люблю пить. Не умею, но люблю. Значит, у нас на Украине умирают даже от гриппа. Я знаю, что проблема медикаментозной паре, ну, поставки медикаментозных средств на Украину, вообще это безобразие, конечно, все. Люди не должны страдать. Я старался, я старался. Спел-то не шикарно, но я старался. Там очень коллектив классный, ребята. Интернешнл. Благовеченск хочу. Надо выверить время. Харькова поклон. Хани господи. Лига легенд какие идет уже? Да? Кстати, надо подумать. Чувствую. Спасибо. Добрый вечер. Очень нравится, что вы здесь говорите без всяких обманов. Дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья. Донбасс поклон. Мое сердце вам. Почему мух привлекают плохие запахи? А они же знаете, как едят-то? Они сначала слюну выпускают, растворяют, а потом это все назад. Как туканы, только такие эти насекомые. Поэтому, наверное, запах разложения для них это специфически привлекательный. Роксане поклон до земли. Киеву поклон. Скорее бы там все беды закончились. С мужем сербские песнопения. А, вот, кстати, да. Там продают сербские, древнеримские, византийские. Там один распев на самом деле. У нас Днепропетровские в эти минуты вандалы. Валят памятник, значит, в Петровском. Ну, что сказать. Кроме печали, ничего. К молитве по соглашению отношусь очень с большим почтением. Потому что считается, где, ну, вот, по словам Евангелия, где твое или трое собрались во имя мое, то там есть посреди, там аз есть посреди их. Вот так вот я могу путать сейчас. Но сильная молитва. Молитва по соглашению – это единый текст. Мы, собравшиеся. Ну, я общий смысл. Кто не очень выцерковлен, кто только начинает ходить. Очень много таких нюансов, которые сразу познать нельзя. Вот молитва по соглашению, предположим. Молитва построена таким образом, что там свободное место. Мы, собравшиеся во имя твоей, ну, предшествующие, естественно, слова, просим о том-то, том-то, там, исцеление, такого-то, такого-то. Но бывает так, что у нас, если болеет кто-то из детей, тяжело среди нашей компании, храмовой компании, друзей, мы созваниваемся и читаем вот молитвы по соглашению. То есть, ну, каждый на дому читает. Тут синхронизироваться не в космосе чает. Как вас поймать после Урганта? Не знаю, я с Урганта и домой. Ну, не знаю, там будем. Да, как у любого человека творческий кризис бывает. Ну, не то, чтобы творческий кризис. Для того, чтобы что-то отдавать, нужно что-то накапливать. Нужно читать, нужно смотреть, нужно анализировать. А порой время она что-то не остается. А так вот не хочется графоманией заниматься. Но если кризис, значит, как Варя заглядывал, сбил с мысля. Если то, что называете вы кризисом, что ничего в голову не идет, то можно спортом заниматься, можно еще как-то. Да нет, не спят. У меня на балалайке они сейчас играют, мозг выносят. Передайте россиянам хороших людей в Украине больше. Они, мы знаем все. Мы знаем, ну что вы, о чем. Бриз, не, я какой-то татарин, я не знаю. У меня три какого монстра. Пять волос здесь, пять волос там. Рыбинску поклон. Курганту в среду пойду. Метод Фреда с 3 февраля. Спасибо. Спасибо. Значит, из какого дерева был сделан крест, на котором был распят Иисус Христос? Вы знаете, не скажу, кстати. Почему вы не ведете трансляцию со своими детьми или женой? Жена категорически отказывается, она стесняется. Детишек могу хоть сейчас привлечь. Интерны два дня смотрел, а сегодня как-то ничего-то не пошло. Я решил, что неудобно уже так много времени пошло. Четыре дня и не общались. Какую-то систему надо сохранить. Надо посмотреть, как это все вывернется вот с этим перископом. Храни, Господи. Деток давать. Сейчас, деток. Варя! Варя! Сейчас. Это пройдет, знаете, как резонансно. Деток требуют. Садись рядом и введи со мной перископ. Вот, Варя. Требуют. Вот, детка. Пришла балованная детка. Я не балованная. Как не балованная. Вот, давай ты будешь читать? Стариковские глазки слабенькие. Давай. Я буду говорить. Всем привет! Вот так. Не очень. Не очень. У меня на газы. Ты часто нам читаешь? Папа нам читал всего одну книгу. Это были «Марсианские хроники» и «Рэй Брэдбери». Это было лет 20 назад. Ну, это брехня. На самом деле, я читала еще и венку Кира Волочева, но в основном читала мама. Папа, это нормально читала Кира Волочева. Я читал Кира Волочева. У меня все отлично. Кто это? Вот, привет, привет. Я взрослая. Я старая. Тетечка тоже тетечка, да. Тетечка. На маму похожая. Не похожа. Не, не похожа. Она на бабушку. На мою похожа. На бабушку. Вот, храни господи. 6. Так. Мне 16 лет. Сколько у нас детей? У нас 6 пока. Пока, да. 16. 16, да, уже. Она гражданка на выдахе. 400 человек, на самом деле. 400 человек. Храни господи всех. Значит, пропиваешься отцовскими. Пропитываешься отцовскими. Пропитываешься отцовскими. А я думаю, что не пропитываешься. Ты читала на эссе? Я не читала. Я слушала то, что Димчок озвучивает. И моя любимая это призвание. Мне очень нравится. А мне нравится быть с ней. Просто обалденно. Ну, гроза это, конечно, шедевр. Бухлова по ножовщине, кстати, очень хорошая. Хулиганство. Вася все читает. Вася в этом отношении. Рускандальную нет. Рускандальную я не читал. Ты чё ж ты, мать? Чё ж ты? Я мальчая. Как маленькая уже гражданка такая взрослая. Это они мне рассказали о перископе. И вот их молитвами. Очень красивые дети. Актрисы? Как думаешь, я планирую бы актрису? Ну, охота тебе без семьи-то жить. Ай! Сыночку Варе очень понравилось. Сыночку Варе очень понравилось. Сыночку привет. Значит. И Барнаулу поклон до земли. Вы знаете, ну вообще надо бы, надо бы съездить. Мы хотим поесть. Мы много ездим, но везде не успеваем. Когда каникулы детские, ездим. Исповедуюсь. Я исповедуюсь перед причастием каждый раз. А причастия почти каждое воскресенье. Будут ли ещё раз экранизировать старые сценарии? Не знаю. Я бы, честно говоря, переделал бы мусорщик и мытарь. Главное в жизни, жизнь сама. Мы живём не секунду позже, не секунду раньше. Мы сейчас живём. Хорошо спели вместе с Сокачёвым Аргульским. Храни господи. Спасибо. Папа правда был недовольен? Да и моя преподавательница по вокалу была? Все были недовольны? Ну там такая песня, она не очень рассчитана на вокал академический. Значит, когда война закончится, обязательно приедем. Обязательно приедем. Связь не очень. Странно. Смотрю с улыбкой. Очень приятные эмоции от общения. Храни господи. Да, вы какие. Мы эти, как его, из леднякового периода, кто там, Апоссума? Апоссума, да. Игорь Иванович, слава богу. Игорь Иванович, у я пьесу пишу надо отдать Игорь Ивановичу пьесу, чтобы он работал сейчас. Папа в роли Быква, честно, я не очень люблю этот сериал. Папа в роли Быква. Да, в принципе, Папа в роли Быква, это вот как мы рано папу в храм поднимаем утром. Вот это Папа в роли Быква. Хочешь петь профессионально? Я очень хочу петь профессионально. Перепоклон. Я хочу петь профессионально, но для себя. Если это понятно, как это. Я хочу петь хорошо, но для себя, вот так. Это эгоизм, слушай. Надо, если петь, для кого-то надо петь. Все надо, для кого-то. Я не хочу, чтобы это превращалось в работу. Можно послушать, спой вон людям. Ну, что не спой. Ребята, а что? Ну, что? А что, почему нет-то? Во, спой, это... Блю, Валентайн. Сейчас, подожди. Сейчас, она гитару принесет. А что я не хочу? Планирую заниматься тем же самым, чем и занимался. Буду жить, айкидо заниматься, книжки читать. Почему-то я пришла тебе как раз песню петь. А, песню пришла петь? Давай. Люди, сейчас вечером все петь, сейчас пятница. Сейчас только на меня не управляй, я пускаю голос заходят. Иван, совсем... Храни Господи. Дуэтом, а мы дуэтом-то. Айкидо тема хорошая, да. Особенно Каринда, Томми Кирилл, чем я занимался. Вся семья, храни Господи. Это хорошо, когда кто-то умеет. Я всегда заедал людям, особенно молодым людям, которые умели играть на фортепиано. Здесь тратишь три часа, чтобы барышню очаровать. Он пришел, сделал мелодейку, сыграл, и все, все барышни раскисли. Так же, как и, собственно говоря, с танцами, со всем остальным тоже. Вот хочется выучить какие-то эффекты по... Связь, а что со связью? Сейчас, может быть, надо бесовскую машину, я сейчас отключу. Давайте я отключу. Так, 14 лет. Вот, связь с ним, хорошо. Так, очень заинтересовались. Меч висит. На фортепиано варка играет. Значит... А, слава богу, слава богу, слава богу, что связь хорошая. Вы знаете, я вот напуганный предыдущим нашим общением, я все на гарнитур рассчитывал, что получше будет. У меня два музыкальных, но не дали толку. Ну, знаете как, толк-то не всегда, это практическая реализация. А я гитару не закончила. Мерзавка. Почему же ты гитару не закончила? А я так на уровне аккордов и все? Герману Стерлигову отношусь, ну, с уважением, но я его очень мало знаю. Да, и вот не рисую тоже. Нарисовал... Как-то пошел я учиться в детстве рисовать, нарисовал горшок, а потом я потом ушел, в общем, другим занимался. Не было денег на это. Иностранные языки не знаю. Детки изучают английский. Я понимаю, хорошо, немецкий, в принципе. Какого будущего ты хочешь для дочери? Будущего? Чтобы счастливая была. Я не знаю, мне все равно, какое у тебя будет будущее. Главное, чтобы тебя... Ты как поросенок родила, кейся, штука, да? Фу, а зачем тебе мне кинчишься быть? Что это? Несчастная судьба. Периодически. Вы знаете, я последний, который смотрел российский сериал 100 лет назад, это был «Боец» с Марьяновым. Я считаю, что надо заканчивать остальное. Учите музыку индивидуально. Учите музыку индивидуально. Я не успел прочитать, простите меня. Что такое счастье? Счастье. Счастье, по словам персонажа Миши Ефремова из фильма «Когда я был великаном, когда тебя понимают». Хани, Господи. How are you? I'm fine. So, so. I'm always. Значит, Валентина... Стрикала, по-моему. Стрикала. Или стрикала. Кто это вообще? Не знаю, стрикала. Значит, королев поклон. Я заканчиваю музыкальную школу. Я не закончила. Ездила отдыхать с семьей. Ну, куда-то и в разные очень места. Ездили в Италию, ездили в Испанию, ездили в Сочи. Ездили... Куда мы ездили еще? В Прагу ездили мы. В Чехию, в Австрию, в Мюнхене мы были. В Мюнхене мы были, да. Значит, с актерами... Да, у нас Камынина должна была в гостях быть вчера, но у нас просто полтинник исполнился моему старому другу, военному человеку. Мне надо было поехать его поздравлять. 16. Можно ли дать определение слова «любовь»? Ты помнишь, что это не «любовь»? Слово «любовь» психическое заболевание, ближе все подходит. Братею поклон. Варя, я приеду свататься. Будьте осторожны, она хорошо стреляет. Что по деньгам? Я тебе дам, какая по деньгам. Людей не напугаешь по деньгам. Нет, ребят, я еще маленькая. Нет, ну ты будешь выступать? Да, тихо. Чешская или немецкая? Нефильтрованная. Нефильтрованная, но очень по случаю. Потому что я был в свое время напуган венским товарищем, неделю пил с ним пиво и понял, что я умру. Нижневартовский поклон. Как вы считаете, в чем я? Сила в правде по-прежнему. Мы вот все ответы-то, собственно, нашли. Самое главное. Стоит напоминать их, в принципе, наверное, чтобы не забывались. Жанр кино, нам арт-хаус нравится. Ну так, для меня арт-хаус – это не что-то мутное. Это то же самое хорошее кино, только с ярко выраженной авторской ноткой. Мелодрама нравится, боевики я очень люблю. Я люблю все то же самое, что все остальные. Устаю? Нет, я устаю говорить, а от людей как можно устать, в принципе. Устаешь в основном от себя. О какой роли? Нет, о какой не мечтаю. Стоит ли проявлять инициативу, первые шаги к парню или девушке делать? Если вы любите, вы не сможете не сделать этого. Ну, в ином случае, ну а чего? Лучше же опозориться. В обычную, вылитную, на обычную. В обычную, да. Варь ходит в обычную. Где он, какой-то ребёнок. Чую я, папа, я шутню. Ты людей напугаешь сейчас. Из деток я самый стеснительный, они все нахалы. Значит, Ростон Дону, а Диме… А Диме и Самагина. Это не кинжал, это меч. Это просто такой, значит, пропорции. Вот я руку протяну. Папино любимое блюдо – это яичница из четырёх яиц с сыром и колбасой. Да, да, да. Я как поросёнок очень непривередливый. Значит, сидит, сидит. Моя любимая сыгранная роль… А, да все любимые, потому что с людьми же связано. Привет, Ростово. Давай, сыграй. Слушай, уже люди неудобные. Ну, как-нибудь ты как… Не разочаруй людей. У нас… Давай, я объявлю тебя. В эфире музыкальная программа нашего… Телевидение «Сопротивление. В ночи ходячих мертвецов» выступает боевой робот Чапа-3. Давай, не ломайся. Ладно, давай. Помнишь, ты мне давал Бёрди песню? Да. Она. Подожди, я вот ту штучку выключу. Потихоньку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо вам большое Понятно, что это авансом все, Валя Есть миллионы людей, которые поют лучше Субтитры создавал DimaTorzok Да, да, ты мажорка, слушай Ты мажорка Храни голос, спасибо большое Не, на голос куда там Таким голосом Эксцелент Эксцелент Тэнкс Храни, Господи На голос Не хочу Но меня мама не пустит Да ты что Мама скажет, чик тебе В чем основа отношений с детьми Их пороть надо как собак Как собак надо пороть, да Нужно Храни, Господи С удовольствием Выпил бы с вами пиво хорошее Значит Интересно Это реально Ну, может быть, да Реально Что, ближе к лету сейчас Смотрите, какое пиво Сейчас надо Бехеревку Сейчас Ну, ритуалов Минимальных этих Я вообще противник Чтобы русский человек пил Потому что мы пить не умеем Мы викинги У нас же главное Первый атом Все остальное Не важно Ремьем уже не пьет Уже не бьет Раньше я помню Пил как собак Вот это да Ага Да И у меня еще электрошокер был Я бегал за ним с электрошокером Значит Ааа Вот так не хочется Храни, Господи Детишек целуйте Детишек целуйте Уж время да Позднее Нужно маленьких укладывать Вот Да Чаи погонять Вы знаете Мы пьем Удивительно Я никогда не был особо фанат Вот этих Ну Будучи человеком Будучи человеком По природе грубым Я не особенным был фанат Всяких китайских чаев Меня изумляли длинные Чайные церемонии Но Я познакомился с дивным священником Отцом Иоанном Из Малорославца Я хранил брата Печальные были события Но вот Одно печальное приводит Что-то Вот компенсирует У него матушка такая дивная Она в колокола бьет Они вообще такие клевые Они нам присылают Травяной сбор Причем Знаете так Комбинация Как выясняется все Главное знать комбинацию Трава может быть самой простой Но Не та трава Которая трава Трава А вот простая трава Да Кто ваш персонаж Фильма Бармен Бармен Он Представитель высших сил Да Я долго уточнял У режиссера кто Но В итоге мы договорились Что все таки не черти Значит Храни вас господи Повезло вам с папой А мне не повезло Да и мне не повезло Вот Да Она все У службы ходит Кто служит Мама 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 монстра вообще Нет Это смотря в каких ситуациях Мама она такая Она По хозяйству мама А каких то Не знаю В Москве Какие то острые ситуации Это папа Глобализацию нет Потому что в том виде В каком она проводится Это будет Ну как В ущерб Малым культурам В ущерб Очень многим Ну каким то Уже установлением За тысячелетия Произошедшим На земле Хотя вне всяких Сомнений что Рано или поздно Человечество Будет жить единым Глобализация Найдет Выход По другому Чуть будет выглядеть Конечно Актриса Актриса Шенгену Да я думаю Что абзац скоро Но вот Видите какие там События Бедные ребят С этой слизы Вот эти истории Немецкие Была бы моя воля Уже с дробовиками На этих На джипах гоняли бы По германским дорогам Значит Храни господи Расскажите про детку 80 лет Правильно воспитать Читайте Читайте перед сном Больше читайте перед сном Больше гуляйте Пусть больше вас видят Меньше отдавайте В детские сады Если это возможно Мужики Любите своих женщин Обеспечьте Балуйте Если это возможно Но баловать Не обязательно Шубы покупать Может баловать Доброе слово Они же от природы Очень недалеко ушли На самом деле Доброе слово Загривок почесал Да они и счастливые Вот Это нам Мужикам сложно Будет как фантастики Элита отдельно Вы знаете Я думаю Наверное да Наверное да Фантастика вообще Такая странная вещь Мы Относимся к этому Больше как к развлечению Но по большому счету Ведь мечты Ведь фантазия Это вершина Мыслительной деятельности Человек Человек сначала придумывает Потом Как Теоретически Выкладки делает Потом уже Какие-то Академические Решения Потом Это все оформляется В металле В дереве Ну в зависимости от чего Короче говоря Потому что Дочка талантливая Храни Господи Не захвалите ее Не захвалите Вот она Вот она какая Да Не захвалите Нормальная девчонка Нормальная Антушинская девчонка Вот как все мы Одессе Поклон Что делать адекватным Жителям Чтобы ушла Я рекомендую Пока Особо не Ну Никуда не втюхиваться Потому что волей-неволей Экономика Но есть Неуклонные законы Природы Куда экономика Входит как один из таковых Как это парадоксально не звучит А Нарываться На Это все равно Что сумасшедших Пытаться Вразумить простыми словами Выживите Самое главное Выживите Все остальное уладим Самое главное Выжить Интерна больше не будет Иван Вы на такси ехали Это правда Нет Не на такси Мы ехали Нас встретили Наши друзья Кто организовывал концерт Это когда Харьер был Я сегодня кстати С одного телефона Перекидывал на другой Я все в больших опасениях Что связанное с Apple И вот со всей этой штукой Рухнет Они же вряд ли перенесут Сервера С соцсетями Со всеми там И Ну мало ли там что будет iCloud Вот эти И На андроиды Скачиваю Среди прочих Скачиваю фотографии Так чтобы не утратить Конечно андроиды Это тема отдельная Это очень для людей Которые любят Конструкторы Значит ТНТ Нет Я телевизор вообще не смотрю Дочку Варя зовут Вот И Помните мой Вот диковинный Вот этот Который для перископа Когда Вот с такой камерой Казалось бы все хорошо Ну вот Ай-яй-яй Не покупайте Короче А у нее Это тоже Программное обеспечение Что и в Meizu 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 Pro 5 Тут Китайозы Но это их вершина Ну Вот Meizu Meizu Pro 5 Meizu Pro 5 Значит Айфон 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 Только овальная кнопочка И андроид Адаптированный Андроид Есть свои косяки Но китайщина Все равно китайщина Варя Кем ты хочешь быть? Я не знаю Как не знаешь? Я хочу Ты должна Я хочу все уметь понемногу Чтобы Микробиологам Полезно Чтобы Ну да Что-то с биологией Связано 100% А я снимаю на 5s Ой На 6s Вне всяких сомнений Логистика Вот Иос Она Превосходит все остальные Андроид Еще никак не упаковался Но Он Идет в ту сторону Рано или поздно Тоже Как своя логистика Выработается Которая будет ничем не хуже Андроидной Джобса уже нет Некому там дорабатывать Они добивают Что осталось Вот Отец Павел Жду вас Отче Александра Надо определиться С призванием С призванием Надо определиться Говорят люди Ну это как-то Мне кажется Резко получается Ну ты же тоже там метался Все дела Я в 8 классе решил Когда я понял Что я не смогу стать волшебником Я нашел Самую близкую По профилю работу Страшная Страшненькая 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 Это значит Что ты Хорошего Жениха найдешь Который Я так не думаю Я красива Фу Варя У вас есть молодой человек Я не знаю Честно говоря Я не скажу Она не скажет Варя стесняйся Вот Теперь твоя фанатка У тебя фанаты появились У меня 500 Страшилы Страшилы Это такие парадоксы Что долго Другое дело Их и укармливать так надо Чтобы они Жирный был Амур И не менее жирный Тимур Вы ее ругаете Я иногда раздражен На нее кричу Врачом быть не хочешь? Я хочу быть врачом Я очень боюсь Что мне это надоест А мне это надоест Мне все надоедает Почему надоест? Ты К тому времени Когда станешь врачом Тебе некуда будет деваться Ты уже будешь сидеть на зарплате На пенсионные книжки Зарабатывать на пенсию И у тебя будет масса ответственности Перед людьми Это же ответственность Это же подвиг Значит Да, в школе еще учишься В 10 классе Еще в школе в 10 классе Какую музыку Мы и я очень разную Варька, а ты какую музыку Мне нравится джаз И Мне нравится джаз И, так сказать, ремиксы смешанные Ну там джаз обязательно должен Значит Как наказываю Да, честно говоря, увещеваниями Так особо Я планирую в МГУ На факультет фундаментальной медицины поступать Игорь Иванович нормально себя, слава Богу, чувствует Но он чуть не умер То есть там с ним поступило в больницу 4 человека В том же состоянии И 4 человека умерло А его спасло Ну Он крепкий Он Тушинский Крепкий Деревенский Мужик Это его спасло Ну Хотелось Закрыли Нашу Кстати У меня Закрыли Школы У меня Закрыли Школы С братьями В любом Нет Закрыли 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 Не Варя Перестань Ну Неудобно Что дальше Это же на официальной телевидении Пойдем с тобой к Урганту И ты там будешь Или ты будешь с выпученными глазами сидеть Я думаю еще Тонконогие С пигментными пятнами А вдруг Урганту меня застебет Как Тебя Да Ну Что девочка моя Он застебет меня Ну Моя девушка Никто не красавец Никто не такой не умный Это ваша супруга? Да 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 Это я по молодости Но она пока не супруга еще Потому что еще мне рано жениться Значит скажите пожалуйста Если после института Уехать в город Я простите не успел прочитать Папову обиду не даст точно Папову отношения девочек психоватые Не надо кривляться Не надо кривляться Не надо кривляться Людей это будешь пугать Без людям нравится Всем бы выглядеть 16 лет Посмотрите на нашу молодежь Варе красиво не трогайте С органом перископ выйти бы Слушайте а я попробую на самом деле Там если не будет А что Надо взять Для этого телефон Столько нужен Ну и чего Выйду И людям приятно И нам Нет У меня нет в перископе Я считаю что это все неправильно Потому что Вас смотрят в ВБР Или кто у нас там ГРУ Кого смотрят? Она смотрит ГРУ В перископе? Да Мы дружим с ГРУ Вся информация Папа Сливается Ну пусть смотрят они Мало того что Конечно смотрят Ну должны смотреть Есть ВК Так значит Северной Пальмире Поклон до земли Значит ВК тебя как найти Меня зовут Варвара Болохова Варвара Болохова Я плохо твое имя выговариваю кстати Валя И ЦРУ Вот ЦРУ это плохо что смотрят Но они не втыкают наверное к чему это ведет У нас же разговор ни к чему не ведет Ни политических у нас никак Самое опасное кстати сказать общение Вот его надо наводить Надо аудиторию создавать Тех людей с которыми интересно общаться И не обязательно вот так Практикуляр выдерживать Практикулярное общение А в нужный момент мы с вами договоримся Прям вот значит Ать вот проказник Ать заблокируйте Там очень какой то это Скорее всего это гомосексуалист Ждем вас нетерпения в Питере И берите с собой семью Приедем обязательно были не дар Варя чем ты занимаешься пока Папа в рыбе Не поехал в эфир Значит Не поехал в эфир Передай привет Илье и Назире Илье и Назире поклон Я Саша Вот Саша О чем дети ругаются между собой Дерутся Ну да Но не делаются Но ругаются периодически То спорят кто дежурит Когда Жульничают Если дежурят Они у них тысячи дел находятся Вот Какую книгу почитать посоветую Терри Пратчет Финт Как? Терри Пратчет Финт называть А Терри Пратчет кстати сказать Еще с Нилом Гейманом написал роман какой-то И давно уже А я не прочитал А что Вася? Вася тоже Терри Пратчет читает что-то Он что-то про загробные миры читает Замечательный автор Американский Терри Пратчет А из наших В каждом эфире практически Повторим То что интересно Водолазкин Лавра интересно Шаров Письма из Египта Последняя А перед этим репетиция Михаил Елизаров Последняя мультика А перед этим У него замечательная книговая библиотекарь Вячеслав Иванов Вот Восхищайся его творчеством Захар Прилепин кстати Лимонова всего Ну вот что он новое пишет Можно читать Из таких Из серьезных авторов Вот Почему такая хмурая? Почему ты такая хмурая? Чем ты занимался Пока не позвал в эфир Я тебя Она Отец Арсений Я пела песню Что пайп показать Асмус пропала в последнем сезоне Потому что Она очень хорошая актриса Но когда Начинали снимать Не думали Что так разовьется До такого количества серий Это все И у нее довольно Поверхностный образ Изначально был Ну красивая девочка Куколка А она Не надо кривляться Варя Ну что такое Неудобно Неудобно Надо улыбаться Варвара Болохова Вот Нет Нового не будет Сезона интернов Значит Янису от Руслана Вот Привет Янису от Руслана Доктор рулит Аллилуйя Говорят что Не любите кавказцев Это правда Это глобальная Неправда Честно говоря Я вышел из того тысячелетия Я не очень разбираю Кто кто Так что она Путь Кассандра Или путешествие С макаронами Вознесенской Да кстати кто не знает О творчестве Вознесенской Советую Познакомиться А Кавказ Надо их Я вас как-нибудь Познакомлю С Кавказцами У нас Руслан друг Ну у нас много То есть Яркие представители Вот Значит Сердечки Куда это делись Я не знаю Какие сердечки Про Асмурс Договорить Вот И когда подошло Там как он Ну уже она выработала Линию Сердечные У них там отношения С Романенко Были по сюжету А дальше ну что Только комедийные Какие-нибудь Пошлые Ситуации И смысла не было И Вывели Технологически Хотя Она бесконечно талантливая Девчонка А правда Что Софа с Мишкой Кал на самом деле Вместе Я не знаю Честно говоря Я тысячи лет их не видел Какие у вас Стереотипы о белорусах Картоха Картоха Ну Картоха Да Но вообще у меня Стереотип особо нет Просто у меня такое Огромное количество Друзей белорусов Беларуси Я Восхищаюсь народом Знаете У меня анекдот Ребята наши Друзья белорусы Которые возили С концертами По Беларуси Можно Говорит Толерантность Решили Три народа Решили Украинские Белорусы И в Кинотеатре В темном зале Гвоздь забили в сиденья Ну сел русский А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А, Ну сел А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А! Потом подумал, а может так оно и надо, и назад все. Я восхищен Белоруссией, мне кажется, что очень добрые люди, открытые люди, чистые люди. Конечно, как в любом народе, бывают в семье не без урода, но со всеми, с кем мне посчастливилось встретиться, на меня произвели неизгладимые впечатления. Я помню, ехали, откуда же мы, а, ну вот Хавьер, ну ладно, там форс-мажор, там уже там все, там с кем, форс-мажоре, когда оказываешь, тебе все родные, но как-то возвращался, где же мы были, где же мы были, да, не в Гомеле, не в Минске, ну не суть. Я еду в поезде, я так восхищен, я с журналистами, с девчонками, ребятами встречался, с белорусами, а вроде журналисты подразумевают такие подводные течения всякие, надо спрашивать, раскрывать, провоцировать, но даже вот в этой схеме они восхитили меня своей открытостью. Я ехал, я там целую виршу написал, что на самом деле если эльфы есть, то они не ирландцы, это белорусы, это вот страна эльфов, открытые, чистые, благородные люди. В Доме-2 по сценарию, что вы думаете о Доме-2? Была бы моя власть, я бы всех арестовал бы, честно говоря, в Доме-2 и закрыл бы немедленно, да еще переписал бы, кто смотрит это. Армянин, я ей не дам выйти за армянина замуж, пусть за русского выходит, у нас невест мало. Ну и вообще, я думаю, что армянинцы, собственно говоря, должны армянкой жениться. там, каждая на своей вере, каждая вот желательно своя нация. Ну, как? Так. Ты же меня поддерживаешь, эта мысль? Чтоб меня потом били. Конечно, поддержим. Да, моя девочка. Значит, если любовь, ну тут уж ничего не попишешь, тут уж ничего не попишешь. В Ростове одни армия, значит, армяне. Да нет, я в Ростове служил, не только армяне. Вот, видишь, вот этот проказник. Ладно, это не такое страшное слово. Ну, да все равно здесь же дети, замужем за армянином. Ничего хорошего. Ну, вот. Ну, у нас тоже есть печальные. Дело в том, что это не от того, что мы плохие, там, или армяне плохие. То есть, мы очень разные. Мы разные, да. Да, у нас генетически, там, то, что раздражает нас, не раздражает, там, и наоборот, какие-то вещи. Хотя, опять же, это только правила, из которых бывают исключения, подтверждающие это правило. Нельзя так сказать. Мы дома сейчас. Просто разные, да. Легче, вот говорится, со своими. Была у вас когда-нибудь депрессия? Если да, то как выйти? Сериалы. У кого-то поклонец. Храни, Господи, первый мой поклон. Я нерасист, но кожа должна быть белая. Я тоже нерасист. Обязательно, обязательно белая. Вот. Я не знаю, бывает иногда накатывает, знаете, так, что, ну, я ложусь спать, если у меня так в жизни было-то раз семь-восемь, наверное. Если бывает депрессуха, а что-то недоделал, где-то недоспал. Это что биохимические, психологические совмещенные процессы. Не надо бороться так же, как комплектарно. Ходить. Можно ходить. Можно заниматься спортом. Можно себя изнурять. Боль-боль перебивает, как говорится. Боль-тоску перебивает. Вот как. Сочи. Поклон до земли. Слушайте, Арджиникидзе, скорее бы, звездные выйдут. С удовольствием смотрим. Последней я не видел серию. Ты видела последнюю серию? Нет, я ни одну не видела. Молодец. Молодец. А ты не видела Дюна, кстати? Нет. Ты что? Это несколько поколений. Ну, правда, такие старпёры, как я, на Дюне выросли. Там отдельные мифологены. А Иван Айкидо, да, почти четверть века. Больше, наверное. Как стать актёром? Ну, поступить в театральное училище. Вообще, я считаю, что актёры по определению должны быть театральными. которые привязаны к площадке. И нужно правильно понимать, на что идёт. Дюна, да. Дюна, да. Сколько поколений на Дюне выросло? Я бывал, когда там новый телефон какой-то, я скачивал туда серии Дюны. Любимые актёры Олег Даль, Миронов. Много, очень много актёров. Какие группы слушаю? Что мы, Машина Атака слушаем? Карампеллс. Деткин Дэнс. Давай ещё что мы слышим? Линкен Парк. Линкен Парк, да, слушаем. Эсидиси. 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 Думи Боргер. А ты слышал Эктив Чайлд? Варя, а чью фамилию ты носишь? Она мою фамилию носит, но в соцсетях она подписывает чужой, чтобы не было искушения разговора. Меня спросили про Сергея Романовича. Романовича это кто такой? Сергей Романович, я так понимаю, что это актёр-видеоблогер. Да? Актёр-видеоблогер? Хороший? Ну, такой, да, вполне. Материца? Нет. Хорошо, хороший парень. Курица готовит. Хорошо, хороший парень. Значит, Эктив Чайлд надо посмотреть. Ты не слышал, потому что ты не слышал. Эктив Чайлд не слышал. Классно. Эктив Чайлд слышали? Я на эфире вот вчера пробовал поставить, там не формат, это неделю. У неё один диск, девочка-француженка, очень интересный. У неё харизма Эдит Пиаф, но нет такого репертуара, но вот все десять песен. Называется диск «Мини Ворд», но все десять песен шедевр. Как у «Голдфрап», а «Монтейн», или как правило. «Голдфрап» ещё советую послушать группу. Значит, да, значит, конечно, конечно, с ними же ругались, всё хотели. Рамштайн. Рамштайн. Знаю и дружу с ними ещё с ГДР. Познакомился с ними в кафе «Сковорода» в Потсдаме. Так, Нирвана, конечно, но давно Нирвана. Девочка ЗАЗ. Не-не-не, не ЗАЗ. ЗАЗ тоже француженка, а это Индилия. Это у неё правильное имя. ЗАЗ тоже обалденно. ЗАЗ хорошее, но ЗАЗ уступает вот этой девочке. У ЗАЗ больше репертуара. Вообще всех этих дел это Дит Пиаф. Ну, ты знаешь, Дит Пиаф вообще исключение. Это такое же, как Нина Саймон, а исключение из общего правила. Угу. Вот не совсем, не совсем Папса. Да. Лед Зепплин. Да, периодически, конечно, восстанавливаю. Какими-нибудь восточными практиками, кроме Айкидоза. Вы знаете, я корейскими, вот дыхательные практики, согревательные практики, ну, согревающие упражнения. Я для себя в какой-то момент такую выборку сделал очень эгоистичную. На, там, я не знаю, для ситуации той или иной. И применяю периодически. Значит, Ингуши есть. И чины Ингуши есть. Караганде Поклон. Да, он, конечно. Система Дауна, конечно, да. А спой ЗАЗ. А я не знаю никаких, я не знаю никаких песен ЗАЗ. Но она на французском поэте, то это сложновато будет, потому что я французский-то не учил. Надо выучить, слушай. План Ломоносова. Ну, этой Саньки Ильина, это же панк-рок. Дело в том, что я никак не поддерживать не могу, не на концерт сходить. А очень много мата, и меня все ругать будут. Поэтому я вот вынужден дистанцироваться. Хотя я все поддерживаю, что делает Санька Ильина, я его люблю. Значит, Крю. Зе Крю. Значит, Ван Канта. Надо посмотреть Ван Канта. Григория Лепса. Нет, мы не слушаем Григория Лепса. Нет у нас этой проблемы. Девчонки еще не доросли этого возраста. Я уже вывез из него. Значит, дневник Хача. А что такое дневник Хача? Аэросмит. Это такой угар. Дневник Хача это дядька, который, я не знаю, армянин он или кто. Но он снимает просто свою жизнь. Это очень смешно. Ну, он юморной, дядька? Юморной. Без мата? С матом. Мама родная. Че ж с матом? С матом плохо вообще. Ну, это ударно. Блогер, да. Ну, надо все беречь. Из наших певцов мне очень нравится Аня Лорак. Она, наверное, она поет. У нее есть много попсы, но голос у нее потрясающий, я считаю. Олегрова. Классно. Мне тоже очень нравится. Группа Пицца. Ну, они не особо такие профессионалы, но они очень поднимают настроение. Мне, по крайней мере, точно. Тимати, мне не слушаем. Фатализм. А надо как-то блоки называть. А нас все пугают вот этими, как его, кризисы, фигизисы. А что нам кризисы? И что? Мы жили до определенного времени. Не знаю. Еще пять лет назад мы жили на 48 метрах. Семьей 8 человек. И были счастливы. И так же, как сейчас. Сейчас поудобнее. Но я думаю, что все уже будет меняться рано или поздно. Это изменится. И париться по такому поводу. Ели. И хорошо ели. В богатых ресторанах ели. И большую часть времени макароны ели с лососем. Картошку ели пустую. Тоже с удовольствием. Главное, чтобы с корочкой была. Мы к жизни потребительски относились. По-хорошему. Так. У нас подход-то такой, как хунная, короче говоря. Надо ведь конкурс на самый глупый вопрос. Иван, как с Филом теперь отношения? Никак. Но я предпочел дистанцироваться. Я не знаю, как реагировать на это. Зла не хочется. А поддерживать это никак нельзя. Просто те люди, которые говорят, да ладно. Это так пройдет. Они просто не представляют масштаба происходящей катастрофы с этим. Потому, что в самом скором времени, хотим мы или нет, нам навяжут, что интеллигентный человек должен в обязательном порядке иметь гомосексуальный опыт. И это беда. Да. Сами-то мы отгородимся. А детки-то будут прислушиваться к тому, что им навязывать через телепузиков. Вот так что. С Макаревичем? Нет, не общаюсь. Какое мое любимое блюдо? Джежбыс, кстати сказать, вот у Кавказа. А вообще, самое любимое блюдо. Плов у меня самое любимое блюдо. Обычный чайханский плов. С какого возраста вы начали заниматься? Начал я заниматься... Вот айкидо я после... Нет, я до армии Томми Кирю занимался. А когда вернулся из армии, я не нашел тренера по Томми Кирю. Погиб человек. И я пошел к тренеру Каринда. Попал. На одной и той же базе спортивной. Так что у меня вот так... А потом позже я уже с ребятами познакомился. Я... Знаете, когда занимаешься айкидо, подходишь к такому времени, когда уже ты физически все выработал. У тебя дальше вот... Ну, бессмысленно делать. Растяжки там, бессмысленно что-то еще делать. И ты должен какой-то взять предметный ряд. Кто-то нож выбирает, кто-то тонфу, такая палочка с перекрестием. Кто-то ева, просто палочка. Кто-то, я не знаю, саблю выбирает все равно. Для этого нужно учителя. Но все обычно выбирают нож, потому что это самое практичное. Я тоже стал искать мастера. Мне посоветовали мастера. Посоветовал мне Максим Дедик. Это один из лучших каратистов наших. Он многократный чемпион мира, многократный чемпион Японии. Японцы его называют танцующий каратист. Злились на него. Они же чопорные. А он очередной раз отправит в нокаут, значит, Сикитосу и плясать. А он парень веселый, причем такой на Емелю похожий. Красивый такой, скуластый. Он женился, кстати. У него двое, по-моему, уже детей. Очень хорошая девчонка у него, супруга. И вот я к нему подхожу. Он тогда еще не женатый был, юный. Пошли мы на Динамо. Были мероприятия какие-то, каратэ мероприятия. Я говорю, слушай, а ты знаешь каких-нибудь мегамастеров, вот прям так, чтобы как представитель Асгарда по ножу. Он говорит, вон Федоришин стоит. Я оборачиваюсь, там все столики, там много людей. Один столик пустой, там хмурый-хмурый дядька сидит. Я к нему подошел, познакомился. На следующий день пошел на тренировку. И так попал на рукопашный бой. И только Федоришин ему ногу сломал. Да, ногу сломал мне, да. Ногу сломал. Так он меня, как его, одна сдача, да. Меня уговорили они сдавать на черные поиски в Кушин. Я не был никогда каратистом. Там теоретическая база, еще и практическая база. Все вместе, это очень важно. Оно не раздельное. Но я отговориться не смог. Они говорят, да ладно, ты все физкультуру сделаешь. Черные поиски, золотая вышивка. Я жадина говядина. Я колхозное во мне сыграл. Говорю, давайте, давайте. И где-то на тринадцатом. А там кругом идешь. И вот меняешься партнерами. Ну, спарринг-партнерами. И как раз Федоришин опять мне. На тринадцатом поединке мне попадает с Федоришин. Я сошел с линии атаки. По старой кидошной привычке. А он мне как звезданул ногой. Прямо за ухо. И я вот, знаете, как в фильмах обычно показывают. Большой Куш. Там Брэд Питт играет. Боксер, он летит. И, знаете, зависает. Дriver мед по Group B. Бу-бу. У него голова оторвает. Реально так. Вот реально ведет сознание. Ты летишь полусознанно. И такое замедляется. Бу-бу. Но я про, слава Богу. И гонг. И меня его спасло, что гонг. А дальше, значит… Потом я отбился. Потом ребята были… Свердловчане были. И удалось мне выстоять. Голова пришла в себя. А последние пять вот этих кругов мы делали по правилам кои-карате, это уже ножевой бой, это карате с ножом, ну, рукопашка с ножом. Я взял по очкам, потому что уже, как опыт был, это несложно, Иван Коннор или Доктор Ньюс, не знаю, я не очень понял. А какой, да нет, он, Фил, там, беда, он зачем-то, Азамасу поклон, приеду обязательно когда-нибудь, ребят, там город-то открыли или до сих пор, там же один из крупнейших центров противоракетной обороны и еще много всяких военных НИИ, шах-плов. Попробую, шах это с добавлением гранатовых зерен или с коноплянами, если у нас попадают в передачу точь-в-точь или один-в-один, позвали передачу точь-в-точь или один-в-один. Где ты кого-то продерживаешь, каких-то известных людей? Да нет, я бы опозорился, слушай. И папа бородку не любит накладную? Просто терпеть не могу, у меня идиосинкразия, готов прям кожу себе сорвать. Я снимался на заговоре, я часа четыре в накладной, а я играл Распутина в накладной бороде с силиконом, это же все подклеивать с силиконом, лежал на льду. И у меня с тех пор прям идиосинкразия, ух, нелюбью, это все было, вообще к боли я так нормально терплю, а это ужас. Значит, шах-плов с мясом, курагой, пишмишем и каштанами, надо попробовать, кстати, с каштаном, каштан, да, придает? Нет, не смотрю Comedy Club, не смотрю, никогда не смотрел. Красивая штуковина, да, дети, дети, когда рождаются, я рядом кладу ее, чтобы для формата. Нравится Лавров, нравится, воистину у нас очень красивый, ну, почтенный дипломатический корпус, и он когда-то что-то говорит, утверждает, понятно, что он делает мотивированно, и понятно, сложно ему возрождение, он как шахматист разводит очень, ну, явственно. Понятно, что он играет в нашу сторону, понятно, что он не может быть до конца объективным, потому что какая объективность, если ты представляешь интересы отдельно взятой державы. Но за него не стыдно, вот за некоторых дипломатов иностранных стыдно, а за наших нет. Что Чуркин, что Лавров, ну, красавцы, просто красавцы. Он со своей сигаретой, появляющейся в здании ООН, где там нам подходит 350 метров, нельзя, не дай бог, через зажигалку взять. Значит, на пикник 8 апреля, может, и сходим, кстати. Общался из 2517, общался, очень хорошие ребята, наши ребята, прям наши. Считаю, можно победить полностью терроризм, но для этого нужно создать что-то не аналогичное, оно по харизме похожее. Нам опять надо увлечься в возможность сделать всех счастливыми, мотивировать, самомотивироваться, и тогда мы их легко сотрем. Потому что у них это все на ложных истинах, ну, ни одна религия не призывает к убийству, на самом деле, ну, только к уничтожению. И все вот по поводу священной войны, это дело прекрасное, но если ты на своей территории, на тебя нападают, и вот это священная война, да, или там ты защищаешь какие-то интересы. А если ты занимаешься каким-то самообразованием, даже мотивируя это высокими религиозными целями, во-первых, это брехня, такого быть не может, во-вторых, ну, бесчеловечно, и рано или поздно на этих найдется еще. В этом бесконечно, у зла нет финала, это бесконечная череда замен, проблема так карательных, значит, карательных инстанций. Карать можно придумать любую организацию, которая будет карать врагов народа, еще кого-нибудь, ну, не важно кого, врагов религии, народа, но надо понимать, что сама по себе она не уйдет. Когда кончатся враги народа, будут враги религии, когда кончатся враги религии, будут еще какие-нибудь враги, когда никого не будет, уже будут по каким-то признакам, им же зарплату надо будет получать. К тому времени штат разрастется, то есть, нужно и ясно относиться к этому. Эта девочка бедненькая тебе уже тысячу раз дала вопрос, как найти себе хорошего мужа? Ай, а я не знаю, честно говоря, значит, на что обращать внимание, обращайте внимание на его попытку быть искренним, человек может, по-первых, смущаться, ну, во-первых, человек, относящийся к вам серьезно, не будет требовать близких отношений, прям вот сразу, чтобы немедленно вы отдавались там и всяко жертвовали, он больше будет предлагать, ну, не предлагать, а ему достаточно будет то, что вы рядом, это понять можно, но, наверное, сердцем как-то, я не знаю, я не знаю, для меня это всегда была проблема, как кому-то что-то советовать по этому поводу, потому что я сталкивался часто на исповеди, приходят ребята молодые, обеспеченные, в принципе, разумные, есть квартира, есть машина, под тридцатник лет, все нормально, секси-пекси, спортом занимаются, они могут встретить свою вторую половину, а по улицам грознями ходят, просто такой цветник барышень, и те же самые барышни приходят тоже, ну, все есть, она и образование получила, и она нормальная девчонка, она целомудрена, ну, все дела, короче, не можешь встретить молодого человека, можно ли вылечить человека от алкоголизма навсегда, ни алкоголизм, ни наркомания не лечится, нужно быть объективным, она только подавляется чем-то, ну, вот, церковь с этим справляется лучше всего, только, ну, то, что мне, как подсказывает опыт, простите, что я, наверное, грубовато и жестко отвечаю, но нужно с этим смириться, с течением времени, конечно, все забывается, там проблем психологического порядка, не отравления, назовите формулу счастья. Любовь, семья, религия. Любовь, семья, вера. Любовь, семья, вера. Ну, религия, вера. Ну, религия, это институт, а вера, это стремление к идеалу, божественному идеалу, предположительно, значит, существующему. Значит, ничего не оброс. Это лира? Нет, это не лира. Люблю, значит, люблю тот открыт, когда вы ворков играли. А, да, ворков, да, да, да. А был же еще фильм, как же он назывался, где Санька и Ирин тоже снимался. Господи помилуй. Про менеджера? Да, суперменеджер, по-моему, он назывался. Я там короля гномов какого-то. Как себе Фил? Это не выпученные, это не левретки, не чапы, не трясущиеся. А это такая она, крупная, довольно собака с синим языком и печальными глазами. Их жрали все время кирокорейцы. Здравствуйте. Поклон Новосибирску. Скажите, что церковь думает о браке в высокосный год? Ничего не думают. Чушь собачья, ничего. Дело в том, что церковь и вообще, ну, сам институт церкви и сообщество людей верующих, это все организовано вокруг главного таинства, таинства святого причастия. Это как огненная стена, сквозь которую ничего не может пройти, вообще ничего не может пройти. Невысокосные года, то есть, не имеют значения. Если вы время от времени причащаетесь и, ну, блюдете себя, так сказать, в чистоте духовной, то вам это ничего не страшно. Если вы любите, вы не венчаетесь, вы собираетесь жить честно, вы причащаетесь, периодически исповедаетесь, вам ничего не страшно. Ни сглаза, вот ничего. Сглаза появляются там, где вот на гороскопы люди заглядываются, потому что мало кто понимает, но в таких не бывает малых величин. Даже когда ты гадаешь на улице, ты подписываешь малый договор с дьяволом. Тонкие материи, тонкие материи, деликатные отношения. С Филом услышала голос, так, мультик. Не хочу я Филе говорить, честно говоря, мне его жалко бесконечно. Когда у вас еще будет трансляция? Но я надеюсь, что завтра вечерком тоже. Сегодня вот я из соображений, такой обязательств долго не выходил, хотя кисленький, я не выспался. Круг на Кельском кресте означает солнце, да. Это про майку ЗОЖ. Да, мне вообще нравится эта символика. Символика, символика. Видел у вас мультики. Это ледниковый период. Здравствуйте. Зачем так строчишь? Что спам прошло? Озвучивали его. А, ну, это, наверное, либо Иван Царевич, либо ледниковый период. Шесть деток. Спасибо большое. Если не секрет, какой новый фильм можно ожидать с вами? Будет весной премьер «Девочка и птица». Должен быть хороший. Если, конечно, смонтируют все нормально, но должны вроде. Почему мусульмане говорят, что свиньи – грязное животное, а мы православное видим? Все очень простенько. Нужно от человека идти. Дело в том, что мусульмане в основном – это, вот, ислам – это, ну, как религия, зародился на Востоке. Свинина быстрее всего тухнет на солнце. И хуже всего в хранении, то есть, она ей тяжело хранить. Это лучше конина, баранина, она не так быстро портится. И поэтому было очень много отравлений и вообще опасность. И поэтому вот со свининой так. По поверью, что когда проходил Магомед где-то мимо деревни, в луже, все ему поклонились животные, а свинья как лежала в грязи, так и осталась лежать, и он проклял ее. Но я не думаю, что такая серьезная религия так несерьезно будет мотивировать отсутствие свиного мяса в рационе. Значит, нет, больше интернов не будет. Ранга, да, еще ранга. Я там гремучку змею, змею озвучивал. Ездить верхом на лошадь, умею, конечно. Сообразим. Сообразим, когда это, сообразим по поводу… Значит, этот круг в солидарности язычникам был сделан. Да нет, собственно говоря. Нет, это случайно купленная майка. Я так отношусь к… Понимаете, язычество, вот то, что называют так язычеством, не должно означать некасаемая религия. Потому что много очень каких-то внутренних правил, пришедших к нам из древности, абсолютно не обремененных мистическим религиозным смыслом. Но огольно все это называть язычеством и противопоставлять церкви смысла нет, потому что они, ну, несовместимые вещи. Есть вера, есть Христос, и все понятно. Все это как его… Так, спасибо, привет, с премьера «Снежный край» 17 декабря, Кантеатр «Октябрь». Спасибо. Скажите, почему от некто… Ой, прости меня. Сейчас пойдем. Мне в этом году полтинник будет. Значит, родноверие, почитание своих предков. Да, но поскольку это новообразованный культ, и то, что говорят, ну, я так выяснил, академически исходно, их нет, собственно говоря. Если следовать, это значит следовать вот тому, что появилось не более там 20-15 лет назад в качестве учений искусственно компилированных из каких-то клочков. Там два источника литературных, очень сомнительного качества. И дело в том, что вообще эта земля до такой степени делилась на разные… Ну, на разные… Столько было разных народов с такими разными представлениями. Вот мы из резоноукцев, да? То есть, готы, иначе говоря, готы на другой стране, аки жили от нас. А мы и там, и там жили. У нас одного было. У нас ни Перуна не было, ни Рода не было, ни Дашь Бога не было. У нас, по-моему, был свод скандинавский, это остаточный такой… Астарта почему-то там была. Вот я изучал, что у псковчан-то, а это кривичие, у них тоже очень… У них с перном никак не складывалось, у них в сарматскую сторону. То есть, тут каждая земля… Их тут так много, и родноверие как таковое, оно, наверное, ну, понятно, почему Поповолжье очень распространено, потому что там более-менее идентичные были культы, и то на небольшом отрезке. Нельзя сказать, что была какая-то единая религия до того, как пришло христианство на Россию. Ее не было. Вообще, вот, и бывают люди аполитичные и арелигиозные. Не то чтобы быть атеисты, а арелигиозные. Вот Россия до принятия христианства, она была арелигиозная. Я, наверное, неправильно формулирую, но примерно это выглядело так, что на всякий случай жертвы приносились, ну, это такая, ну, давай, три раза через плечо плюнем, соль надо присыпать сахаром, баба придет, если вилка упала, мужик, если нож упал, надо по дереву постучать. И вот не больше. Язычество не могло консолидировать, не смогло. Нет, она, знаете, последняя попытка была с помощью язычества что-то сделать, предпринято Владимиром Ясносолнышко, тогда еще не принявшим христианство. Он вообще пытался два доминирующих, четыре доминирующих культа объединить в один, поскольку боги мешались, очень были сумбурные представления об этом. Он поставил четыре идола на себя во дворе, попробовал, вот, единая жертва, день единого жертвоприношения был избран, не ям как упала, я уже не помню какой, но ничего у него не получилось. В итоге ничего не получилось, потому что даже был восстановлен древний жертвоприношение. Даже жертвоприношение, вот, как ни странно, у нас так в истории постоянно случается. До принятия христианства князь Владимир был последним русским князем, который приносил жертву людей. Вот так. Кировый поклон до земли. Почему именно христианство и именно православие на Руси было принято? Все очень просто. Ну, во-первых, у нас, как, из Варягов в Греки, мы находились на, как, нашей земле, очень раздробленной, я говорю, у нас такой, народ-то здесь свободолюбивый, мощный жили, воинственный довольно, и они уважают и себя, и других, себя заставляли других уважать, других уважали. И, собственно говоря, не имели ни особой тяги к торговле, да и к обману не имели, потому что обман в те времена, вот, для нас, живущих здесь, в лесах, да, на полях, означал смерть, ну, в большей части, не очень, не ценился обман. И нам доверяли греки, уже к тому времени довольно развращенные товарно-сырьевыми отношениями, в Варяге, еще не принявшие веры Христовой, и тоже диковатый народ. И мы посередине находились, но все-таки цитадель культуры, это была Греция, это, а далее туда, это Сирия, это антиохийская школа, александрийская школа, египетская, ну, и греческая, соответственно, школа. На тот момент это была вершина интеллектуальных достижений. Древний Рим, времен древнеримских императоров, ориентировался как раз на античность. Античность, это был прямо вот такой жупел интеллектуального, интеллектуальный жупел. А на Руси, ну, вот сейчас почему-то принято считать, что жили люди дикие, это не так, это не так. Так, наши грязня получали очень неплохое образование, причем так заставляли их учиться. Тоже, я думаю, с ремнем родители бегали за детишками. И наши, значит, правители, вот правители наших народов могли дико выглядеть, и с одним мечом голой бегать на битву, но при этом они могли владеть греческим языком. Вполне время от времени ездить на приемы в Царьград. Во всяком случае, очень много было торговых и военных всяких договоров. Славяне часто ходили воевать за Византию. Это тоже нас, много столетий ходили. И это тоже нас объединило. И поэтому, когда встал вопрос о необходимости единой идеологии у князя Владимира, он понимал, что в ином случае под натиском, с одной стороны, с Касарматов, с другой стороны, Кипчаков, Хазари, там много кто был. На тот момент османы еще не... Кто? Кинджуки, турки-кинджуки, по-моему. Да-да-да-да, они нападали на Византию больше всего. Это такая уже предшествующая Османской империей была династия. Очень талантливым, кстати, туркам правителям сделано, очень талантливым. А в те времена... Вот вы знаете, предположим, с чего начались крестовые походы? Крестовые походы начались в Византии. Византийский царь Алексей Первый позвал, написал большое письмо Урбану Второму, Алексей Первый, я Урбану Второму, да, прости, Господи, что хорошо бы сходить в крестовый поход на Святую Землю, потому что там притесняют паломников. А на самом деле его прижимали турки. Турки-кинджуки. Кинджуки, да, могу путать, простите, если терминологию путаю. Вот. К моменту, когда собрался, первый крестовый поход, отправился, он был очень геморройный уже для Алексея Первого, потому что к тому времени он успел с помощью славянских времен, племен отбиться от всех. И вот, возвращаясь к нашему вопросу, почему именно христианская, православная, ортодоксальная вера? У нас самые плотные связи были вот с родиной античности, и учителя оттуда бы, в своё время Максим Грех приезжал, но это уже позднее образование, то есть у нас длинные отношения столетней давности. Простите, что, так, хани Господи, простите, что я периодически увлекаюсь, но как Владимир был язычник, а вы читали «Да русских богов». А вы читали, так, Владимир был язычник, а вы читали «Да русских богов». Нет, не читал, не ожидал. Неожиданно, послушал Лаван Манч и получил историческое образование. Да, простите меня. А, по-любому же сплетни, солнце. Какой у меня первый, конечно, и то он такой, это очень как сувенир. Нет, людям не нужно, кстати. Нужно. Этим и отличается дивное механическое устройство, что вот перископия, говорить по-человечески, можно. Это не надо с выхолощенными лицами ходить. Мог бы читать, да, но там... Почему нет некоторых церквей, не прочитал, наверное, к некоторым влечен, к некоторым нет. Не могу сказать точно. Это все вот, значит, так. Как с супругом проводить время? Куда ходить, а то скучно жить? Ой, у нас только отсутствие времени. Мы можем уехать на ночь на великах кататься вообще в грозу. Нам чем хуже, тем лучше. Поэтому и детки у нас нравятся. У нас самые яркие воспоминания о совместной жизни, вот семейной, это как раз какой-то форс-мажор. То в гору мы пойдем, то там чуть не сорвемся, чуть не погибнем. То еще... Я сегодня, кстати, посмотрел фильм Зимекиса. Все-таки он гений. Прогулка. Прямо такие у меня чувства пробудил он. Светлое, чистое. Значит, на сплетни не надо. История интереснее и полезнее. Ну да, что это сплетни? Во-первых, сплетни непонятно откуда берутся. Они не подтверждены, если точно не знаешь. Во-вторых, это не подтверждено. Нет, дыма без огня. Нет, дыма без огня? Я так чему-то сказал. Чему? Оранжевые очки. Я носила два часа, голова закружилась. Не оранжевые. Нужно... Оранжевые тяжело у нас. Красные, оранжевые тяжело. Потому что это такое насечатку давление, оказывается. Так же, как синий и зеленый. Это хорошо. Кочергина рассказывала... Показывает крест 14 века с Куликового поля. Аллилуйя. Кочергин мог показывать такой крест. Значит, вот, либо сепия, либо желтое-серое, либо желто-коричневое, цветовая гамма. Я очень почитаю Владимира Высоцкого. Я на нем воспитан. Это один из тех авторов, на ком я воспитан. А мы даже знакомы с ним. Он его нет, не смотрел. Среди очень хорошие. Да, но ты Никит только знаешь. А я с Аркашей еще учился, Аркаша Высоцкий, вот, на Ленфильме. Сейчас запускается фильм по его сценарию. Как же, Господи, вспомнить про войну, про блокадную Петербург. Почему во втором Фрейде вам волос не красили? Я на отрез категорически отказался красить волосы. И так, да. Очень модные, да. Я уже в таком возрастном цели. Не, наверное, пугать надо все чистенько. Значит, Коридор бессмерти. Варя Красотка читает быстрее папы. У папы просто зрение испортилось. Он постоянно в телефоне. Вот так. Неправда. Папа. Почему фигуристку Родино уволили? А что с Родиной? С ней все хорошо? Я не знаю. Она милейшая женщина. Она замечательный человек вообще. Замечательный. Значит, кто, по-вашему, лучшая актриса в России молодая? Я никого не знаю. Толком я не знаю. Я знаю, вот, с кем я снимался. Ну, и, кстати сказать, Асмус. Она не только принцесс может играть. А сейчас я на это... Вот ты мне все причуй. Фэн-шуй мне испортила. Сейчас я тебе сделаю. Да, да, да. Делай. Ха-ха-ха. Родионова юная фигуристка золото на чемпионате Европы. У Родионова юная фигуристка золото на чемпионате Европы. А его получила она, да? Храни господи. Пару слов о ноге. Не надо, слушай. Я не знаю, как это сделать. Ну вот как? Я не сделал. Он такой не говорит. Скорее бы, этот раз... Шампань, лошадиные силы, так бы не надо. Почему такое подлое отношение к Украине? Почему подлое? Ну, по-моему, справедливое. Антигосударственный переворот, то, что творится, это пугает нас. Потому что так нельзя к русскому относиться, к русскому языку. Полоцкого поклон. Очень почитаем Анну Полоцкого. Значит, ну, как вот можно объяснить? Вспомнить Дом профсоюза, все остальное. Зачем начинать тему сейчас в Украине только? Мы не придем к единому мнению. Нас растает только время. Мы сейчас... Ну, что мы можем себе позволить? За своих стоять? Да, был. Наташа Тихомирова, Савельева, хорошая актриса. Может быть, простите, я не знаю, Мажор не смотрел. С пущу просят. Но... Прорастает время. Давайте с Украиной не будем. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что в итоге нас припрут с разных сторон, что мы вынуждены были, как многие, как столетиями, периодически это происходило. Мы опять будем вместе, и все, оно само по себе. Алматы, поклон до земли. Ко мне столько мальчиков добавили, ты не боишься? Ну, я, да, надеюсь на твои слова мысли, а я... Значит, Шнурова знаю. Ленинград. Ленинград знаю, да. Помню, у меня дробовик всегда зарежен, значит. Расскажите нам сказку на ночь. Сказку на ночь я могу прочитать вам. Ва-ва-ва, значит, ты должна вот сейчас... Самая страшная. Нет, самая страшная длинная, она мрачная. А я царскую сказку прочитаю. Давай. А ты с людьми поговори, вот ты сама лучше подсветишь, чтобы... Вот. Мегафон. Теперь начинаются интересные разговоры. Политика 0%, религия 0%. Что значит религия 0%? В смысле интересный разговор. Ну, а что, о чем же ты будешь с людьми разговаривать, матушка? Да-а-а. Ну, ва-ва-ва. Привет, всем привет. Давайте я сказку скажу. Нет, давайте я почитаю царскую сказку. А у меня все мрачные... Ну, не мрачные такие. Успехи в школе. Я хорошо всегда училась, но у меня не было какой-то цели быть отличницей, потому что я считаю, что школа это то, что ты должна нравиться, то, что ты должна любить, а не то, что должно быть смыслом твоей жизни. Поэтому я опираюсь больше на хобби, чем на школу. Но учусь хорошо. Что значит деспотичные? Деспотичные, ну, деспот это тиран, это кто угнетает. А. Ну, и от этого производная. Да никто. Ну, строже, строже, как мы уже сказали, мама, я никуда не поступила, я в десятом классе. У меня пятый айфон, пятый С. Вот. Родители обеспечивают. Что ж тут сказать? Балуем вообще. Ну, ты людям скажешь, что ты не упугаешься. А, вы про контакт, про мой, я не учусь в МГУ. Я не помню, как получилось, что там стоит, что я учусь в МГУ. Собрала небось специально, чтобы красивше быть. Да, я еще написала, что мне 19 лет, чтобы ко мне взрослые мальчики клеились. Да? Да. Как вы уже слышали? Я не знаю, кем я хочу быть, я хочу, чтобы моя профессия была связана с биологией, обязательно, чтобы у меня было хобби, которое связано с музыкой, потому что я трачу на это сейчас свое время, и мне это нравится, и я хочу, чтобы это как-то повлияло на мою будущую жизнь. Мне не 19, мне 16 лет. Ага. Я маленькая еще. Маленькая. Это что-то долго. Я, ну, у меня много, я стараюсь. Правду нежити тебя просит, прочитайте. Правду нежити, она тяжелая. Правда нежити тяжелая. А я хотел сказку, называется Рождество, как новогодняя сказка. И тут стоит, ведь сезон? Третий. Будет? Не знаю, честно говоря. Актер из иностранных, из зарубежных или из русских? Да, я нашел сказку. Из зарубежных мне нравится Генедык Камбервейдж. Я нашел сказку. Я сейчас прочитаю сказку. Итак, сказка. Нужен саундтрек. Мы сделаем саундтрек. Такой, чтобы романтик, романтик у нас был. С таким романтичным лицом. Романтическая только. Это не вздуманно являться. Новогодняя царская сказка. Одна маленькая девочка, живущая с мамой на окраине такого же маленького провинциального городка, так истово верила в Деда Мороза. Ее намерения были так чисты, что Господь исполнил ее желание. И Дед Мороз пришел к ней. Чего же ты хочешь, девочка? Спросил ее Дед Мороз. Знаешь, дедушка, сказала девочка, все сказки, которые мне читала в детстве мама, происходили в королевстве. Я хочу жить в королевстве. Все остальное я сделаю сама. Просто пока у меня вообще нет шансов быть принцессой. Вопрос снят, засмеялся Дед Мороз. Ударил озим хрустальным посохом и на следующих парламентских выборах победила национал-монархическая партия во главе с прекрасным принцем, который первым делом отменил мораторий на смертную казнь, лично отделял бензопилой головы педофилам, потом собрал со всех деньги, что его государству причитались, и направил их на восстановление военно-промышленного и жилищного комплекса, вернул в уголовный кодекс статью за мужеложество и всех садомитов сослал строить демилитаризованную зону вокруг страны, истребил этническую преступность на благо же их близких, решившихся присягнуть будущему императору и разделить с ним все его взлеты и падения. Прекрасный принц вырос на идеалах последнего поколения советской романтики, отчаянных молитвах его великой матери. Именно поэтому в его стране государственный строй научно назывался монархической теократией. Люди это просто называли империум. Подданные прекрасного принца не могли быть неверующими, истинно верующие не могли быть его подданными, не могли не быть его подданными. Сам факт его личности был залогом общественной стабильности. Прекрасный принц отлично осознавал это, поэтому он и был прекрасный. Прекрасный принц очень серьезно отнесся к бредовому рассказу маленькой девочки, живущей с мамой на окраине маленького городка. Прекрасный принц верил в то, что Богу возможно все, и не усомнился, что девочка могла вот так просто загадать его и его страну на Новый год. Поэтому он дождался, когда ей исполнилось 18 лет, и женился на ней. В качестве свадебного подарка он подарил ей материк. На их свадьбе палило более миллиона бортовых орудий во всех океанах и морях планеты. Звонили купола восстановленной Софии в Царьграде, и с ними сотни тысяч куполов по всей Земле. Свадебное путешествие провели вместе, покоряя глубокий космос. Так исполнилось новогоднее желание маленькой девочки, живущей с мамой на окраине такого же маленького провинциального городка. Верьте в чудо, маленькие девочки, живущие с мамой на окраине таких же маленьких провинциальных городков. И чудо, уверяю вас, обязательно найдет вас там. Храни Господи! До свидания!